серия молитва урок ходатай мы будем читать из послания к римлянам 8 глава 26 и 27 также и дух подкрепляет нас в немощах наших ибо мы не знаем о чем молиться как должна но сам дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными испытывающий же сердца знает какая мысль у духа потому что он ходатайствует за святых по воле божией понятно кто такой ходатай дух святой он ходатай и дух святой это личность дух святой он обладает свойствами личности исаи 59 глава 16 стих и видел что нет человека и дивился что нет заступника и помогла ему мышца его и правда его поддержала его вот святой дух имеет собственный интеллект это лично это не какая-то вот знаете там субстанцией там то есть это личность со всеми качествами личности имеет свой интеллект разум способность любить у него есть воля но для того чтобы выразить себя святому духу необходимо тело и прежде чем он придет чтобы жить в наших сердцах и в нашем теле мы должны предоставить ему полное право собственности на на наше тело другого нет и наша встреча с духом святым она должна быть так же реально как и встреча со спасителем понятно да чем речь в той же степени что иисус имел тело дух святой таким же образом живет в очищенном сердце верующего человека апостол павел пишет первом послании коринфянам 6 19 он говорит тело верующего человека должно стать храмом святого духа но прежде чем дух святой вселится и будет действовать через тело человека но мы говорим о нас с вами он должен овладеть твоим телом безоговорочно понятно да два разных человека с различными волеизъявлениями не могут жить в одном постоянно будут проблемы римлянам 12 1 апостол павел пишет именно об этом что там дух святой просит ваше тело и если он придет то придет как бог а наше я должно уйти бог не будет смешивать себя с нами каждая частица нашей падшей породы должна отправиться на крест тогда святой дух будет жить полноценно в нас и тогда святой дух принесет на это место свою природу и свой свет мы будем жить свято и поступать как христос теперь ходатайство святого духа за святых в этом мире мире зла должно происходить через верующих которые наполнены им то есть в которых живет святой дух то есть понятно да как как святой дух ходатайствует как как он является ходатаем живя в нас со стороны верующего это требуется безусловно безусловного подчинения действиям святого духа то есть святой дух будет побуждать вас молиться вы должны молиться быть когда то есть не говорит мне некогда там я не могу я сплю там то есть нет должны быть ему послушны если мы не будем послушны то и дух святой не будет вот так действовать мы тогда не сможем быть ходатаем только две святой дух может жить как иисус и если мы позволим ему то и мы будем жить как иисус послушание если святой дух может жить жизнью иисуса через нас что-то удивительно то тогда любой нуждающийся нуждающийся может ну как любой нуждающийся сможет получить иисуса и очень много людей в этом мире которые ну или немного людей отдают себя этому могуществу служения духа святого очень мало людей почему уж мы слишком эгоистичны мы больше думаем о себе своем чтобы позволить духу святому жить и даже это касается нашей человеческой жизни когда кто-то пытается да на нам что-то указывать что-то мы должны делать то что нам не хочется внутри нас это эгоистичная натура она сразу выходит из себя мы не согласны мы против почему это если то же самое и со святым духом но мы должны быть подчинены святому духу мы должны быть верующие то есть вера подчинение святому духу в нагорной проповеди иисус изложил законы царства своего и мы должны придерживаться этих за этих законов и когда он излагал то он буквальным образом и и предполагал чтобы мы так должны поступать то хочет взять у тебя рубашку что отдай ему и верхнюю одежду это не образ это буквально иисус говорил если просят у вас что давайте а врагов к врагам как мы должны относиться любите то есть это не образы это буквально иисус говорил что мы должны так и у нас внутри сразу происходит некий такой заметьте наша эгоистичная натура против мы сразу против но христос говорит если слова мои в вас прибудут то чего не пожелаете просите и будет вам прибудут это значит если я буду послушен иоанна 15 глава 7 стих об этом говорит вот наше я наш эгоизм он мешает нам и вот это обещание в иоанна 15 главе 7 стихом это не ограниченное обетование но исполнение этого обетование оно зависит от нашего пребывания в нем и в его слове все если мы пребываем вот ходатай во все времена в любых обстоятельствах должны стоять на страже вот этого пребывания то есть я должен в этом пребывании быть и стражи и есть ключ к этому пребыванию 1 иоанна 2 6 то есть писание дает нам некий ключ кто говорит что пребывает в нем тот должен поступать так как он поступал вот над этим мы должны бодрствовать что это значит это означает позволить святому духу жить через нас такой жизнью которой жил спаситель тогда чего не будете просить будет вам вот это обетование все иоанна 15 10 библия говорит что путь пребывания в нем в соблюдении его заповедей и святой дух также прольет свет на нашу повседневную жизнь он будет открывать наш мотив он будет показывать нам наш поступок он поступок неправильное действие которое нуждается в восповедании в покаянии или в очищении чтобы нас очистить посредством крови иисуса христа то есть вот это действие и работы святого духа с нами оно происходит но не в сфере наших не даст внешних недостатков но он работает с нашей природой которая производит эти недостатки то есть он работает глубже мы пытаемся наружу наружку обрезать а он работает изнутри и вот необходимость этого пребывания она видна в евангелии от иоанна 15 главе когда он приводит примеру говорит вы лоза а я вы я лоза а вы ветви помните вот он говорит я лоза а вы ветви и пока ветвь которой являемся мы мы пребываем на лозе пребывание соединение на лозе пока ветвь пребывает на лозе то в продолжении этого времени жизнь на этой лозе будет производить плод виноград на этой ветви сила заложена во христе вот это пребывание иоанна 15 глава там об этом он пишет то есть когда ветвь соединена с лозой то тогда его сила его власть она будет действовать и соответствующие плоды будут они сами производить она будет все необходимое для нашей жизни понятно но должно быть установлено право собственности отдайте свое право вы не свои как это я не свой вы умерли для того что естественно вы отдали свою жизнь Иисусу Христу как это так как это я вот близкие отношения со Христом нет ближе отношений близких отношений между ветвью и лозой но одно что не может делать виноград это привить старую жизнь к лозе винограда не будет возьми сухую ветку какую-нибудь подбери ее никакая частица мирской сущности не может пребывать во спасителя будет отторжение поэтому прежде чем мы можем быть привиты к этой лозе мы должны быть отрезаны отсечены от старой жизни без теперь вот следующее без вот этой новой жизни вся наша деятельность пред лицом Божиим равна нулю все это потуги такие в лозах Бога они не и другая сторона лоза не может сделать много без ветки все взаимосвязан все что в лозе выражается через ветку а ветка это мы с вами должны быть и когда вот эта новая жизнь она в нас то тогда нам все становится возможно если лоза имеет радость соответственно ветка тоже радуется то есть отдача сразу и нуждающиеся этого мира получат плод они будут вкушать этот плод и тоже будут что переживать тоже радость но прежде чем Дух Святой сможет руководить нам нужно быть вот удалить из себя все то есть мы должны привести себя к жизни соединения и далее к жизни ходатайства то есть мы должны расправиться с тем что природно с тем что естественно для нас для нашей сущности человеческой любовь к деньгам деньги 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 личные амбиции пристрастия какие-то физические вожделения телесные компьютерные игры карты нужно перестать пасьянс раскладывать все что человека заставляет жить для себя самого свой комфорт поудобнее получше все нужно отправить на крест вот когда мы сюда приезжали я думал ну как вверх вниз я думаю кто где ляжет мне то сразу забили место я думаю а как там кто где ляжет и знаете что я обнаружил некоторые были довольны что им дали верхнюю верхний ярус они говорят так здорово я так хотел так хотел на верхней полке лежать там странно так я вот не хочу а кто-то наверное пробухтел что не досталось что я на верхнем ярусе буду на верхней полке там ой 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 вот понимаете вот она она наша вот это вот как бы ну сущность она человеческая вылазит и послушайте это смерть это не теоретическая смерть как бы вот но это самое настоящее ты умираешь подавляешь свое свое я свой эгоизм и такую смерть может произвести только дух святой только дух святой это должно быть нашим истинным переживанием в предполагаемом ходатай почему потому что христос посредством духа святого живущего в нас желает быть ходатаем через нас это как единичное переживание и как длящийся процесс апостол апостол павел он писал об этом он пишет я сораспялся христу и мы также должны и тогда дух святой будет жить у нас вот наша человеческая сущность мы должны освободиться от нее и тогда мы станем движущей силой святого духа и далее по мере того как этот процесс распятия все больше и больше происходит нас ходатайство начинается внутри нас внутри мы начинаем иметь бремя не только свое мы начинаем иметь бремя других людей мы начинаем слышать призывы определенные вызовы которые святой дух нам то есть святой дух начинает жить внутри нас он побуждает нас молиться за кого-то он побуждает нас что-то делать ради других людей и жизнь начинает течь и он помогает нам и мы начинаем переживать за погибающий мир мы уже не равнодушны к этому миру вот это жизнь духа святого посмотрите на моисея он оставил дворец фараона по своему выбору жил представьте в дворце фараона нашла его на реке принцесса египетская нефертити там или кто а он оставил все это все воспитание ушел чтобы быть со своими братьями рабами но мы видим что он достигает вершины своего ходатайства совсем другим путем идет когда он слышит что гнев божий готовится и обрушится на израиль уже в пустыне за идолопоклонство Бог хотел убить всех там евреев идолопоклонники были разрушение Израиля вот неизбежно Бог говорит все я всех уничтожу отойди Моисей от тебя произведу новый народ представляете все с нуля а что делает Моисей а Моисей говорит знаешь не только тело мою душу забери жизнь прости им грехы и душу жизнь мою забери не только тело душу то есть другими словами он говорит если ты желаешь прости но если нет то и меня вместе с ними меня изгладь из книги твоей представьте какой ходатай был и Бог помиловал апостол Павел ходатайствует просто вдумайтесь за евреев он молится и он просит Бога или показывает он говорит я желал бы сам быть отлученным от Христа чтобы спаслись мои братья за братьев моих по крови по плоти насколько сильно ходатай я в ад готов пойти чтобы вот мои братья только спаслись он видел их страдания видел их погиб вот это есть ходатай и это своими человеческими ты не можешь так потому что твой эгоизм другой ну идите в ад а я иду в рай а внутри дух когда через тебя течет ты настоящий ходатай нет предела крайностям через которые Бог проведет тебя и он и он будет действовать и он будет предупреждать через тебя погибающих и будет давать спасение Исайя ходил раздетый и босой три года ходил чтобы предупредить Израиль о погибели представьте ходит в трусах мужик по городу три года босиком а оси пришлось жениться на блуднице для чего Бог хотел показать народу что-то то есть это отождествление было что Бог готов принять если ты как отступница я готов принять тебя и оси был вот этим отождествлением ходатай а языкиль они говорят не вздумай плакать даже жена умерла любимая только посмей не вздумай плакать и он ходил радовался все говорят что ты радуешь тебя жена умерла он радуется ходит то есть каждый сосуд это который посвящали себе Богу они были ходатай они отождествляли себя с народом с этим в какой-то мере они вот делали это потому что хотели спасения этого народа погибающего видели и так это во всех во все времена истории пробуждения Хадсон Тейлор поехал в Китай посвятил свою жизнь там в Китае отождествил ходил как китаец покрасил волосы много раз сжигал их там ходил чтобы вот в этом чтобы китайцев приобрести они все эти люди были ходатаями в своей сфере за людей которым Бог призвал их служить и кто такой ходатай запишите кто Бог ищет себе ходатая но не часто находит ходатай человек который отождествляет себя с погибающим миром мы считаем о том что Бог искал ходатая и удивился что нет ходатая нет тех которые бы отождествляли себя вот как обычно мы считаем ходатайство особая форма молитвы что я за кого-то вот сейчас как вот мы думаем вот я сейчас за кого-то помолюсь я ходатай нет нет отождествление это его боль моя боль это состояние сердца но намного глубже не просто вот что я за кого-то помолился отождествление ходатая вот ходатай он отождествляет себя с теми с кем за кого он ходатайствует это первый признак ходатая это в ходатайе можно увидеть три основных качества первое отождествление второе агония такая и власть отождествление агония и власть отождествление ходатая с тем за кого он ходатайствует и это видно в самом спасителе нашем то он иисус наш ходатай про него сказано что он был ходатай и как он предал душу свою на смерть за нас к злодеям был причтен то есть он отождествил себя с нами и он понес на себя грех многих за преступников сделался ходатаем написано так он вкусил смерть за всех и вот чтобы это все сделать он он должен был отождествить он принял на себя нашу природу он стал как человек он отождествил себя он научился послушанию прошел через страдания испытан был и искушен во всем как и мы с вами но не согрешил ни в чем обнищал ради нас это это отождествление и он сделавшись сделался грехом за нас христос достиг такого положения где у него не было власти отказался власть от власти и имел полное понимание через что он проходит и он теперь вечный ходатай за нас слава Иисусу понятно кто такой ходатай вот он за нас ходатайствует и мы думаем что он сидит там и молится за нас он отождествляет себя с нами отождествление первый закон ходатая это первое первый признак ходатая ходатай приносит свои прошения и они очень эффективно они приносят результат он молится почему потому что он жизнь свою полагает за тех кого он ходатайствует за тех кого просит он истинный представитель подлинный представитель он их представляет они ему дороги он никогда не убежит не оставит позиции он подчинил свои собственные интересы их нуждам и их страданиям вот кто такой ходатай то есть другими словами буквально ходатай занял их место тех за кого он ходатайствует вот почему богу так сложно найти наверное заступника и ходатай опять наше его оно мешает нам мы эгоистичны для такого труда чтобы свои интересы отдать погибающим людям очень есть и другой ходатай в нем открывается такое агония борения это второй пункт второй закон ходатай агония борения то есть дух святой сам ходатайствует за нас воздыханиями стенаниями неизреченными то есть дух святой начинает действовать внутри нас не дает нам покоя чтобы мы были ходатай и он действительно является настоящим ходатаем на земле это реальная жизнь и он не имеет другого сердца как только ходатайствует и у него нет другого тела кроме нас с вами через которое он может действовать и страдать мы с вами мы должны ему позволить стать ходатаем то есть ходатайство это дух который достигает свою цель изобилующий благодатью внутри нас дух святой начинает вводить нас в некую агонию и мы начинаем мы становимся ходатаями то есть когда он живет в нас он побуждает нас вводит нас в такое состояние и это жизнь которую он приводит и которая призывает я помню историю у нас была сестра одна она была крещенная духом святым и муж у нее был неверующий работал на стройке и она рассказывает где-то в часа в четыре вдруг мне говорит такое сильное желание молиться такая появилась тревога какая-то агония я занимался своими домашними делами и прямо вот такое сильное желание помолиться я говорит не знала о чем но внутри дух святой дал давал ей такое ну желание и она говорит я оставила все дела так послушалась этому желанию пошла зашла в комнату и минут двадцать она говорит я на языках просто молилась потом это агония как бы ушла такое и я пошла вернулась на кухню и своими делами начала заниматься и приходит вечером муж с работы часов семь восемь глаза вот такие вот у него говорит знаешь сегодня что со мной произошло и рассказывает был на стройке и говорит он стоял под дом строящий себя был он стоял и штырь вдруг летел прямо такой огромная балка какая-то летела прямо на него ну выпало там и мужики рассказывали вдруг он говорит я стою и мужики сзади кричат уходи уходи я не понял не успел вверх посмотрел и говорит картина была такая что балка летела потом как будто ее кто-то взял ее раз в сторону отодвинул и она упала там где-то и мужики говорит замерли вот так ими говорят ну слушай ну точно у тебя ангел хранитель мы говорим своими глазами видели как вот я все мы думали конец тебе и вдруг кто-то как будто ее взял и в сторону ее отодвинул и она спрашивает а скажи а во сколько это по времени было а он говорит да вот как раз обед закончился мы говорит пошли там уже говорит часа четыре говорит было и она и поняла что дух святой ее дьявол хотел убить ее мужа а дух святой дал ей такую агонию внутри быть ходатами и она начала молиться за своего мужа то есть дух святой побудила она же не видела картины не знала что то что происходит но дух ее побудил и она стала послушным не заглушила это чувство и по ее молитве вот этот дар используя этот дар бог сохранил ее мужа слава иисусу поэтому пусть господь нас благословит аминь чтобы мы тоже были ходатаями ходатай не просто человек который молится там за кого-то но вот именно находится в таком состоянии он отождествляет себя с этим народом аминь пусть господь благословит нас и еще мы можно записать что дух святой он подобен отцу он страдает за тех кто страдает и если он в нас не сделает эти страдания нашими собственными мы не можем ходатайствовать то есть иногда чтобы стать ходатаями мы должны прочувствовать вот я не знаю рассказывал я по моему вам или может кто-то из братьев рассказывал что пророку оси вот представьте бог говорит возьми жену в жены блудница вот представьте ты божий человек а это же не просто так что ты пошел силой и взял то есть ты полюбил эту женщину бог же так не заставляет ты полюбил ее ты спрашиваешь господь это женщина а бог ему говорит да возьми ее в жены и он идет берет ее берет ее там с ее места берет ее в жены и они живут он любит она рожает ему одного ребенка второго ребенка а потом он дает им имена а потом она опять на глазах у всех уходит и опять на старую жизнь опять блудит и все это на глазах у всего народа представьте через что пройти этому божему человеку а он опять зовет ее говорит вернись ко мне вернись я принимаю тебя а потом приходит слово для всего израиля бог говорит вы отступили вы как как это вы как вы 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 блудили от меня ушли я пошел вас позвал от вас появилось два народа там израиль и иудея я дал вам все необходимое любовь свою заботу дал ввел вас в дом свой а вы опять бросили оставили меня представьте целая жизнь отождествление иосиф проходил через все это и он был если почитаете его книгу он был действительно божий человек поэтому иногда ходатай проходит через эти страдания он чувствует эти страдания чувствует то что человек то через что человек проходит поэтому построите себе такой алтарь и отдайте себя ходатайству и ваше служение будет успешным в глазах господа аллилуйя аминь 10 минут перерыв а вот здесь власть а вот здесь власть